Его называют русской свечой на византийском подсвечнике. Софийский собор строится в красивом месте на набережной около Ладьи. Высота храма почти 70 метров. Он состоит из трех фрагментов, все они на разной степени готовности. В нижней части здания сейчас строят лифтовые узлы, проводят канализацию, готовят учебные классы. В будущем здесь откроется воскресная школа на 40 учеников. По проекту вокруг храма сделают удобный подъезд, стоянку для гостей и пешеходные переходы. Почти завершен третий фрагмент – верхняя часть храма. Здесь осталось сделать окна. Сейчас строители приступили ко второй части в центре здания. Как только появится отопление, внутри начнутся отделочные работы. У храма округлая форма, причудливая и сложная архитектура как снаружи, так и внутри. Здесь множество коридоров, различных комнат. И мне, как человеку неподготовленному, сложно ориентироваться и можно даже заблудиться. Никогда не знаю, что окажется за следующим поворотом, как, например, здесь. А здесь будет смотровая площадка. В этом месте появятся перила. Самарцы и гости города смогут насладиться видами Самары и Волги по всей окружности здания. И венчает храм-колокольня на высоте больше 60 метров с большим колоколом в центре. Его звон будет слышен далеко по Волге. Как идут работы, проверяет губернатор Николай Меркушкин. На строительную площадку он приезжает вместе с митрополитом Самарским и Сызранским Сергием. С директором фирмы-подрядчика и настоятелем храма обсуждают все тонкости оформления собора. Нужно увеличить темпы строительства и сократить расходы, подчеркивает губернатор Николай Меркушкин. Завершение строительства Софийского собора губернатор обещает контролировать и приглашает настоятеля и генерального подрядчика на личную встречу. Собор должен быть достроен осенью 2018 года.